слава украине привет всем от полонского я так смотрю что вот по судя по комментам многие не понимают что там происходит киевской киево-пещерской лавре и не понимают так вроде же московский патриархат уже выселили оттуда что происходит а что с культурными ценностями что с мощами которые там в пещерах и так далее так далее то есть люди не понимают что там происходит не понимают как где там что как расположено я вам сейчас в двух словах расскажу и расскажу что там происходит кстати ситуация очень тревожная потому что вот по поводу сохранности культурных ценностей там есть мягко говоря большие вопросы так вот смотрите есть комплекс киево-пещерской лавры есть так называемая верхняя часть лавры и нижняя часть лавры верхняя часть лавры представляет из себя два крупнейших храма это святоуспенский храм чтобы вы понимали этот храм у меня на второй киеве по возрасту после софии то есть это одиннадцатый век и рядом с ним трапезная церковь тоже очень большая вот два крупнейших храма но она более поздно если я еще за цифры не отвечая на по моему 1895 года постройки относительно новая ну как новая ну вот сколько или 130 лет грубо говоря хотя на ее месте была более старая церковь и которой было несколько сот лет но вот это значит трапезная храм трапезный храм соответственно он уже новый построен в 1895 году но это вот одной тысячи лет второй 130 лет грубо говоря они находятся на территории на территории верхней лавры и вот они являются скажем так религиозными заведениями вокруг них верхней лавре также находится целый ряд церквей а также помещений тоже старых там ну там век будем говорить так от 13 века и до начала 20 века помещения различные которые используются музеем музеем они не являются религиозными заведениями там находятся экспонаты музея киева-печерская лавра да и вот эту часть вот эти два храма собственно говоря на которые была аренда у пцммп забрали вот там пару месяцев назад это у них забрали и верхнюю лавру они больше доступа не имеются не ну как пройти они там конечно же могут никто не станет ограничивать но ввести там службу они больше не могут все не в трапезном храме не в успенском соборе все забыли успенский по поводу успенского собора сразу будет возмущенные кричать что он тоже новый нет он не новый значит смотрите успенский собор восстанавливался действительно вот восстанавливался уже восьмидесятые годы если я так не ошибаюсь двадцатого века он был взорван при нет него тоже вам при украине вот даже восстановили они не буду говорить точно когда но вот недавно восстанавливался это что он был взорван в сорок первом году отступающими коммунистами заложили под него значит взрывчатку гухнули но он не весь взорвался у него взорвалась получается центральная часть и левая часть правая часть осталась оригинальной которые вот этой вот старой который тысячи лет центр и левая часть завалились их восстановили в соответствии с тем как они выглядели до сорок первого года вот восстанавливали вот совсем недавно действительно то есть можно сказать что он частично новый но сделан точной точной копией того что было а вот правое его крыло там действительно старая церковь и никаких вопросов не вызывает поэтому я говорю что ему тысячи лет и он после софии киевской он второй по возрасту то есть смотрите верхняя часть лавры все забрали и на сегодняшний день это музей и заповедник единственное что там иногда на празднике дают провести службу православной церкви украины епифанию точно так же кстати как и в святой софии там пцу принадлежит только одна церковь это так называемая теплая софия на 1700 года а вот в самом софиевском соборе там можно проводить службы тоже только по большим случаям проводят эти службы но в общем это музей функции функционирует как музей вот теперь переходим вниз дальше идет туда спуск вниз и там у нас так называемая нижняя лавра вот там остался московский патриархат то есть забрали у них далеко не все забрали не только два самых крупных храма верхней лавры а вот нижняя лавра они там все арендуют за бесплатно вдумайтесь бесплатно в том в тот момент когда они снимают оттуда сумасшедшие бабки которые исчезают неизвестно на что неизвестно куда ну хотя мы знаем куда и что догадываемся скажем так но не пойман не вор да так вот бабки там сумасшедшие крутятся государство с этого видит ноль целых столько же десятых потому что оказывается им это все отдали в безвозмездное пользование еще если так не ошибаюсь при кучме это все подписали там находятся множество церквей там находятся общежития этих студентов богословской академии московского патриархата и там находятся находится монастырь монастырь там разное помещение в основном старое возраст церквей там тоже различные ну будем говорить начиная где-то от 15 века и до 20 века различные абсолютно и там же находятся пещеры то есть в пещерах до сих пор хозяйничает московский патриархат они находятся в нижней части лавры там соответственно ближние пещеры и дальние пещеры и в ближних и дальних пещерах есть но есть много тел вот этих вот чудотворцев или монахов которые там когда-то жили в основном возраст этих возраст этих я не знаю паховань как это по-русски сказать вы меня поняли они где-то от 10 века и до и до 14 до 15 веков вот там находятся вот эти монахи которые там жили вот в этом периоде в основном 12 в основном это 12 13 14 плюс-минус да в основном так есть более ранее есть более позднее вот и вот тут значит да понятно что там и церкви подземные секи или подземная но кто был в церкви об этом кто был пещера тот прекрасно знает там хозяин не чая до сих пор московский патриархат никто у них это не забирал вот 29 числа министр значит как это терещенко ткаченко терещенко ткаченко написал что будет произведена полная ревизия имущество потому что вот у меня лично есть очень серьезное сомнение что там лежит ну например там лежат мощи украинского богатыря ильи морем уделили муромца только не надо мне про город муром нет он жил в черниговской области родился всю жизнь прожил до того как он попал в лавру он прожил в черниговской области село называется по-моему ровчак как-то так да откуда у него имя такое и доехать до киева он мог за считанные часы собственно говоря поэтому из российского мурома до киева за считанные часы он никак бы не доскакал ни на какой лошади вот соответственно они эти мощи находятся в лавре в не в лавре а в пещерах я их видел не раз ни два и не десять много раз видел но тут начинаются вопросы а те ли это мощи там лежат практически мощи большинства монахов ну таких выдающихся которые представляют огромную культурно-историческую ценность но не подменены ли они я вам сказать не могу туда приедет 29 числа комиссия и начиная с 29 числа они там начнут разбираться ху из ху и что там за что там сейчас хранится илья ли муромец или это уже что-то там другое лежит вот этого мы не знаем на месте сбу и мвд я бы конечно сейчас установил наблюдение особенно за грузовиками которые туда заезжают потому что есть у меня очень нехорошее чувство чтобы мы не зашли не зашли а там ничего вообще нет кроме стен все остальное своровано знаю москву которая понимаете почему я так говорю смотрите как не крутите это московский патриархат как и крутите мы знаем что такое москва московия до краденое имя краденая история краденые мощи краденая столица до краденая вообще все у них даже место вон этого не украли и в совете безопасности все ворованное да соответственно я не вижу ни одной причины почему им не украсть то что сейчас находится в пещерах церквях там масса реликвий там масса всего что представляет историку культурную ценность я намеренно говорю историка историка культурно потому что я не этот самый это не верующие не знаю какой для меня это все история народа это история культуры народа вот что это прежде всего я совершенно не хочу чтобы это оказалось в руках в руках врагов вот поэтому мы будем надеяться что они ничего не украдут пока их оттуда не выставят 29 но как говорится доверяй но проверяй поэтому лично я надеюсь все-таки на то что наши спецслужбы как-то все-таки за этим всем наблюдают и вот так да еще один момент что ткаченко сказал что в случае если чего-то там не будет будет заведены уголовные дела на верхушку церковную которая там сейчас в нижней лавре пасется речь идет конечно о паше мерседес некий там есть поп такой зовут его паша мерседес догадайтесь откуда у него погоняла мерседес это с одного раза можно догадаться да вот и там еще несколько таких же вот деятели как и он деятели скажем так от ряса и кадила которые сильно любят ценные денежные знаки и т.д. и т.п. вот и просто знаю вот эту всю публику говори особенно тех кто охраняет там казачки такие стоят стрёмнейшие есть большие сомнения что в том что мы там застанем то что мы хотим видеть то есть мы хотим там видеть настоящей мощи мы хотим там видеть оригинальные иконы росписи ну все что все что им давали вот хочется видеть не 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 сворованным не украденным вот вот такое есть пожелание ну а как она как она окажется на самом деле мы узнаем после 29 марта уже очень скоро через две недели слова украине